Боевики продолжают бить по украинским позициям. Вражеские снаряды постоянно попадают в жилые дома мирных людей. Так, в Водяном после очередной бомбежки практически разрушено несколько домов. Могут ли рассчитывать на помощь от государства в восстановлении жилья те, кто живет на линии огня? Расскажут мои коллеги. Сергей за два с половиной года войны почти не покидал родного дома. Здесь он живет уже 15 лет. До этого момента мины облетали его двор. Но прошлой ночью мужчина чудом уцелел после минометного обстрела. Хотя и не было прямого попадания, но взрывная волна разрушила стену спальни. Я еще лежу, я еще лежу, господи, спаси, сохрани. Первый раз сказал, второй раз как хлопанул, и вот у меня Бог спас. Вот я здесь спал, я здесь спал, вот здесь грубая, печка была одоплена. Сергей говорит, останется жить в Водяном, в подвале своего полуразрушенного дома. Идти и ехать ему некуда. Куда мне жить? Я буду здесь жить. Никуда я не пойду, нет. Я буду здесь, в подвале живу. Сегодня ночевал в подвале. Мы взорвали все. Государство не заботится о таких, как Сергей. Деньги на восстановление домов, тем, кто остается жить на передовой, в бюджетах не предусмотрено. Сейчас у мужчины остается только одна надежда. Гуманитарные миссии и благотворительные фонды. Только волонтеры и иностранные организации на деле помогают таким людям, продовольствием и ремонтом поврежденных домов. На брыдло. Этот поселок постоянно обстреливается. Жить здесь осталось только 10 человек. На те люди стараются не падать духом, но признаются – силы на исходе. Настолько тоска. Мы ни в тюрьме, ни на свободе. Серое золото. Все. А что дальше? Вы хоть скажите, чтобы мы имели какую-то надежду. Понимаете? А никто ничего не говорит. В последние несколько дней на этом участке работает миссия ОБСЕ, говорят военные. И благодаря этому обстрелов хоть и не намного, но стало все-таки меньше.